привет вас своим визитом байден фактически прииграл и путина да да действительно в кремле невероятная паника даже себе представить ему что понятно что разговоры были он будет поводит не будет тем более что вы немножко правильно поняли чем беда кремля путин сказал байден никогда не посмеет прыгать киев и по этой причине вся кремлевская чередь даже которая в общем-то думала о своей голове понимала что добавить может быть мало то сообщали как бы дипломатические каналы доложить царю батюшки они не могли уже царь батюшка сказал не приедет а что ж ты ему скажешь царь батюшка ты идиот не не царь батюшка на говорит тоже он хочет слышать беда любого старого диктатора он не хочет вообще никого слушать кроме себя по этой причине даже такие ну как бы простые вещи ему нельзя говорить нельзя он устраивает скандалы и истерики требует там чуть ли не арестовать ну идиот короче полный идиот ну что крыша поехала по этой причине действительно хотя самом кремле понимали ожидали приезд байдена но это действительно байден приехал и когда официально как бы уже сообщили путин устроил истерику невероятность криками там совсем как это могло быть вы же типа говорили что это не может быть никогда так дальше серьезно сказал самый достоверный стаж 5 заключается когда в том что все тайна все все знают памяти там даже не просто это не предатель это просто люди которым так надоел этот старый идет на троне не с удовольствием делится информация так что до паник тем более что вы понимаете чем еще нюанс ну речь как вы догадываетесь путина давно уже потом а что мы теперь делаем понимаете речь-то строилась по принципу слабая америка она хотела нас обижать мы всех победили ура 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 ну вы же понимаете плюс ко всему конечно там набор пропандистских штампов что вот самая сильная армия в мире это российская мы тут все победили мы все захватили а то что получается что получается вы понимаете для обывателя вот это глубинного для него достаточно информации стоп не боя мы что вас сильно почему мы понятно что вы как сказать но для глубинного народа так не понимали таким большим материями так по тупому по башке шарахнул это все понятно и тут тоже и по этой причине просто сейчас как бы ругать или рассказывать про слабость америки то время когда президент сша прилетел киев приехал точнее киев побыл выгодно скажем прогулялся по улицам быстро встречи опять же речь обратили внимание какая опять не обратили вспомнил начала мы имеем даже фактически есть так выразиться самокритика заняться что да действительно год назад они думали что Киев не выстоит что Украина не выстоит нет причине действительно думали а сейчас все наоборот однозначно мало того он как бы публично заявил что однозначно сша будет поддерживать Украину и деньгами и оружием ну и заодно чтобы подтвердить очередной пакет это дополнительный пакет вооружения 40 то что очень любит глубины ну что же там и такое но это уже действительно как пощечина с размахом помните что когда Украина просила танки тогда и залужный в общем-то резников говорит что для нас будет хорошо 300-400 танков а будет 700 тем более как понимаю 700 это вот будет около 1000 мало того будут те ракеты которые мы просили но которые стреляют подальше будут ну как это как это понимать по этой причине почему Кремля истерия они что понимаете ну действительно выступление Путина фактически сорвано вот сейчас что он не будет говорить понимаете это будет все восприниматься идиот на трибуне что бы не пытался как бы не пытался объяснить глубинному народу России а не сработает ну во первых ему действительно очень сложно объяснить как же так год воюния черта не завоевали да да он начнет рассказывать про референдумы про то что он захватил часть Украины но понимаете в чем курьез опять же бывает я захватил Харсонскую область а что ж ты Харсон стал понимаете тут же по-другому воспринимается мало того вы поймите как мобилизация вот почему генералы отговаривали Путин от мобилизации мобилизация она затрагивает многих на сегодняшний момент сделали опрос в России 52 процента прошлых сказали ну или их родственники попали под мобилизацию или их знакомые или ну людей которых не знают грубо говоря не они 52 процента сразу прощают а людей с его окружением знаете человек с окружения попал по мобилизации да 52 процента это имею ввиду 52 процента ну опрошенных жителей России имеют как бы знакомых которые попали да спорить не буду 48 нет у меня незнакомых не полузнакомых не очень незнакомых мобилизация не попали но 52 процента попали это очень очень мало в России про это узнал причем вы же сами понимаете мобилизация когда запускаешь был такой щас мы как рванем они черта не получают бахмут так и не взяли хотя Путин там истерики такие порол что обязательно вот что вот по этой причине сейчас будем выступать будем выступать а толку это мало и уже это же он знает что толку мало ну а товарищ си тоже поломали ему полностью все все поломали абсолютно вы же не хуже я понимаете что ну как бы лидер китая решил поиграть большую политику показать что он может не рить тем более обращаю ваше внимание до этого были заявления со стороны украины предлагала китае выступить неким посредником повлиять на россию для установления мир китайца говорил что это его никак не касается вообще в стороне и так дальше а тут лидер китая да я вот предложу мирную инициативу и понятное дело что это мирную инициативу он хотел предложить в интересах россии а сейчас все не получится не получится никак потому что визит байдена как бы перекрыл сейчас любая мирная инициатива будет подвержена критике любая если она будет не устраивать украину сша и на мальт понимаете это две большие разницы а он же хотел мать его все был первым а не получился он теперь второй это две большие разницы реаполитики теперь ему грубо говоря он говорит я хочу предложить да 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 ну извините вы тут в очереди вот предложили да в очередной раз сказал везде подтвердил победа украины возможно только в одном случае уничтожение путинской россии путинской россии и это действительно осуществляется с помощью новых ракет там снаряды и так далее как-то мельком проскочила вот когда пакет вот этот новый очень многое конечно начали там танки танки я понимаю такая тема а некоторые эксперт говорит не посмотрите внимательно на снаряд 2 миллиона ну там имеется ввиду снаряд причем снарядов для гаубиц то есть довольно хороший такой запас снаряд для гаубиц что называется помочь российским оккупантам встретиться из дьявола по этой причине да действительно визит байна в украину полностью сломал план и путина и лидера китая тоже так что придется переписывать свои выступления планы и мероприятия пытаться хоть что-то как-то где-то но толку мало по большому счету россия войну уже проиграла это обстоятельство что зеленский с байденом время встречи рассматривали про что же делать с россией после победы украины говорит одно уже деле а что же все было российской федерации то теперь больше не будет вот такая судьба россия это ничтожество без зуба щенка в лодке путина благодарю за внимание пишите комментарии до свидания то есть вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok